Девушки отдыхают Компромиссные позиции двух сторон Главный арбитр в ринге Елена Емельянова Добрый вечер Стоит ли человеку менять свою внешность Или принимать то, чем наградила природа Помогают ли пластические хирурги Начать новую жизнь Или калечат ее без того неуверенных в себе людей Сегодня в информационном ринге Сойдутся сторонники Рукотворной и естественной внешности Кто победит, начнем спорить Прямо сейчас И все будет жестко В красном углу ринга Сторонники косметических и хирургических Вмешательств во внешность Сергей Безруков Пластический хирург Главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым Ольга Фомкина Популярный инстаблогер Олечка Фомочка Мария Максименко Мастер по наращиванию волос Победительница конкурса Путь царицы 2018 В синем углу ринга Сторонники натуральной красоты Анна Савиных Визажист Мастер по прическам Зоя Ерминская Йога-терапевт Автор курса Омоложения лица и тела Александр Кадников Фотохудожник Первый раунд Бой с тенью Правила первого раунда Задача участников двух команд Отвечая на мой вопрос Максимально коротко и ясно Изложить свою позицию По заданной теме Над каждым из вас Дается ровно 30 секунд В споры не вступать Для этого будет отдельный раунд В ринге запрещено Использовать нецензурную лексику И физический контакт Все, что не запрещено Разрешено Но я не советую вам Отклоняться от темы Нарушать регламент И без причины Переходить на личности За ходом поединка Будут следить я И судейская коллегия Алена Дьячкова Победительница Конкурса Мискафу 2018 Ия Сулава Мастер спорта По спортивной гимнастике И фитнесу И секретарь Судейской коллегии Редактор Телеканала КРМ24 Дмитрий Михайлов Все нарушения Учитываются При вынесении Итогового решения Итак, вы готовы? Тогда мы начинаем В ринге все решения Принимаю я Кому выступать первым В вашей команде Или в вашей команде Начнем с вас Итак, вмешательство В свою внешность Это всегда риски Неудачные примеры Они у всех на виду Захотелось сделать ринопластику Получила сепсис Увеличила губы Распухла пол лица Так можете все-таки Отказаться от скальпеля И операционного стола И лучше обратиться К хорошему психологу Как считаете? Ваше мнение? Ну, хороший психолог Безусловно, это хорошо Но если человек Видит, что он Понимает, что ему Например, поможет Только операция И он чувствует себя По жизненным показателям Вы имеете в виду? Да, да Например, ну, не обязательно Люди идут На операцию Как бы Когда недовольны Своей внешностью Есть показатели Например, не дышит нос Или там Аллопеция Облысение Тогда люди идут На наращивание волос Поэтому я считаю, что Надо идти Если человек Не доволен Своей внешностью И ему это мешает Спасибо Что скажете вы? Я считаю, что Я за Ну, в целом Я за Потому что Если женщине некомфортно То ей нужно идти Это исправлять А почему бы и нет? Но я за то Чтобы это было сделано в меру Чтобы это украшало И не прибарщивали Чтобы с этим Ну, и также, естественно Есть еще показания По здоровью Это мы тоже учитываем Я думаю Спасибо, Сергей Чтобы быть успешным В современном обществе Необходимо Соответственно Выглядеть И люди Которые стремятся К этому Они обязаны Выполнять Те или иные действия А есть стандарт? Естественно Хотя бы приблизительный Дело в том Что природа Не всех награждает Красотой Это одно Второе К сожалению Бывают заболевания Травмы Последствия Перенесенных операций И все это Сказывается Негативно на внешности И кто-то должен Этим людям Помочь Спасибо Вопрос В вашей команде Достижения Современной медицины Они помогают Женщинам Да и мужчинам Дольше оставаться Молодыми Избавиться От многих комплексов В конечном итоге Это же их грудь Их губы Их губы Их ягоди Может пусть Сделать с ними Все что хотят Зачем запрещать Спорный вопрос Красота в глазах Смотрящего Одному это нравится Другому нет Вот сегодня Вам нравится Ваша внешность А завтра уже не нравится Которую вы Изменили Поэтому Все очень такое Проходящее Особенно красота Что думаете вы? Я считаю Что понятие Естественная красота У каждого человека Свое И мое мнение Что естественная красота Это умение Подчеркнуть Свои природные Достоинства Свою уникальность А не следование Модным тенденциям В частности В косметологии И в сфере Пластической хирургии Анна Я как бы В общем За естественную красоту Потому что я считаю Что каждый человек Он индивидуален И у каждого человека Есть своя изюминка И так как я визажист Я считаю Что лучше найти Какие-то Особенности Красивые В человеке Подчеркнуть Эту изюминку Чем как бы Сразу делать Какие-то Манипуляции Вмешательства В кожаные покровы И тому подобное Но Я так же и за Потому что Это должно быть в меру Так может сразу Перейдешь на ту сторону? Нет Если это в меру Тогда это как бы да Но все-таки Нужно как бы Изначально Спасибо Итак Время первого раунда Истекло Теперь слово судьям Мне понравилось мнение Предпочитающих Естественную красоту Было убедительно Правда Спасибо Кто красивее сегодня Вам кто-то нравится Из наших гостей? Мне нравятся сторонники Естественной красоты Они Замечательно выглядят А вы сами Что исповедуете? Ну Скорее всего Естественную Это помогло вам Стать мискафу? Думаю да Спасибо Александр Вы пользуетесь Фоторедакторами Фотошопом Скажите Ну Минимально Да То есть там Подправить Резкость Контрастность Убрать прыщи Как будто Но тем не менее Вы пользуетесь Фоторедакторами То есть вы не за Естественную красоту Тогда может быть Вы не будете отрицать То что не Естественное вмешательство Которое предлагает Сторона оппонентов Возможно Подождите Не надо путать Там убирать морщины Уже я не убираю Да То есть я могу их смягчить По требованию заказчика Да Говорит Убери это Но это не мое Мое личное мнение Хорошо Мы вас услышали Мы прислушались К вашему мнению Ева Скажите пожалуйста Зоя Извините Невозможно Выглядеть Всю жизнь Очаровательно Иногда приходится Вмешиваться хирургам Вмешиваться косметологам Почему вы так яро против Каких-то вмешательств Вы знаете Я за разумность Да Бывают действительно Ситуации Когда требуется Операция Когда требуется Обмешательство Медиков Но это единичный случай В большинстве Люди могут надолго Сохранить свою молодость И свою красоту И морщины на лице Поверьте Это не самое плохое Что может быть Мужчины любят глазами Мне кажется То, что лучше Все-таки Смотреть на ухоженную девушку Чем на естественные Глубокие морщины От морщин можно избавиться Поверьте Мы поняли вас Скажите, пожалуйста Вы визажист И пользуетесь косметикой То почему тогда Не сходить к косметологу И не сделать себе ботокс Ну, потому что Зачем делать ботокс Сразу, если можно Исправить какие-то изъяны При помощи косметики Хорошо Мы вас услышали Спасибо Скажите Среди ваших подруг Есть те Кто перебарщивают С операциями Кого бы посоветовали отказаться Ну, наверное, есть Я, конечно Так не вспомню сейчас Вот Но, в принципе Все адекватные люди И смотря на них Ну, я где-то, может быть Изначально вижу Да, что немножко Там, может быть Губы там Я бы такие не делала Или там Скулы Или еще что-то Вот Но Ты к человеку Все равно привыкаешь И потом уже воспринимаешь его Как бы Такой, какой он есть И, ну, ты этого не замечаешь И Если человеку комфортно Ну, я как бы поддерживаю А вам так не говорили? Мне нет Спасибо Оль, вы много чем занимаетесь Но на ток-шоу зовут Только по темам красоты И в основном такой Пластической Почему так? Не грустно? Нет Вообще нет Мне кажется, я слишком Эффектно выгляжу Для таких тем Спасибо Сергей Вы пластический хирург Бывало ли такое Что нужно срочно отказать Человеку Который пришел на операцию Вообще ребенку своему Вы бы сделали? Не сделал бы А сделал Это одно И второе Конечно, многим приходится отказывать Особенно у кого С психикой И все благополучно Спасибо Итак, по итогам первого раунда Общим решением судей Победа отдается Команде в синем углу Сторонников естественной красоты Счет 1-0 Второй раунд Глухая защита Правила второго раунда Я задаю вопросы каждому из вас по очереди Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным Итак, поехали Сергей, после походов к пластическим хирургам Многие красивые женщины теряют свою индивидуальность Становясь как все Стандарт То, о чем вы говорили Куклы Силиконовые куклы Вот как вы различаете своих пациентов Легко или у вас какая-то особенность сетчатки глаза Что вот увидели, вспомнили Так, Галину Петрову, 20-15, грудь Не бывает такого, чтобы все люди стали на одно лицо Естественно, у них определенные элементы индивидуальности Но есть же стандарты, о которых вы говорите И то, к чему все стремятся Что сейчас модно? Стандарт дело относительное Есть все равно параметры, которые поменять невозможно Это параметры нижней челюсти, носа, углов рта Разреза глаз И все это остается в совокупности индивидуальностью А есть такое понятие, как блеск в глазах, который добавляет молодости Вот вы можете добиться блеска в глазах, изменив разрез? Да, когда человек удовлетворен, когда он чувствует, что добился своего Глаза у него блестят совсем по-другому То есть такие люди, они к вам не приходят? Нет, они к нам приходят, получают блеск, а потом уходят А как вы добиваетесь такого блеска в глазах? Ну, применением методов пластинской хирургии Скальпеля? В том числе А вам не кажется, что у некоторых людей просто очень низкая самооценка И вопросы уже к психиатру Прежде всего они говорят, Сергей, хочу новый нос Вот хочу такой нос, как у нее Таких очень мало, да, они действительно есть В целом, сегодня у женщин самооценка высокая и очень высокая Но тем не менее, им очень много недостаточно в себе получается Зачем увеличивать, если самооценка, все в порядке? К сожалению, а может быть и к счастью Ну, в вашем случае к счастью, я понимаю Может быть, да Женщина, если увидела, если встала на путь самосовершенства, ей очень трудно остановиться Она видит впереди новые горизонты и стремится к ним То есть все дело в горизонте и во времени, когда его нужно обнаружить? Нет, все дело в улучшении внешности, которое ее удовлетворяет и кажется, что это то, к чему она стремилась Но у женщин, которые обращаются к пластическим хирургам, например, приходят и говорят Хочу ягодицы, как у Ким Кардашьян Вот что вы таким отвечаете обычно? И много таких заказов Мы такие ягодицы не делаем Почему? Еще техника? Поставки в Крым нет таких ягодиц А, вся проблема в том, что санкции Да, для этого необходимо иметь определенные параметры Вот хочу такие ягодицы, что делать? Мы объясняем, что есть художники, которые с помощью фотоматографа К ним? За ягодицами? Да, могут ваши ягодицы Да, у нас есть художник, фотограф, который работает по компьютерному моделированию результата операции И, соответственно, моделирует то, что у данного человека возможно сделать, но не более И тогда женщина понимает, что Кардашьян из нее не получится, например И мы приходим к какому-то промежуточному варианту Так, может, все зависит просто от цены получится или нет? Нет, цена тут не совсем От возможностей конкретного тела человека Не у всех есть Ну, такие параметры бедер Чтобы сделать вот такие параметры ягодиц, например Или грудной клетки, чтобы сделать вот такую грудь Часто всем отказываете? Нет, мы не отказываем Мы объясняем, что в данном случае возможно А чего нет? Невозможно сделать Например, пышную грудь с одного раза, с одной операцией сделать нельзя А какие гарантии, что за 180 тысяч этот имплантат, он не побежит по телу дальше? Вот у вас сейчас акция в вашей клинике до 29 декабря Стоимость... Какая гарантия? У нас в ИПИС оформляется договор с гарантиями Гарантия фирмы-производителя имплантатов Вечная гарантия на оболочку имплантатов То есть пожизненное, пожалуйста Они получают паспорт, все, что необходимо Если вдруг по каким-то причинам развились осложнения Даже через 5-10 лет и фирма получает... Переделывается бесплатно в случае чего? Переделываем бесплатно, меняем имплантаты Фирма предоставляет их бесплатно Такие губы, как у Оли, они сейчас в моде вообще? Вот у девушек рядом с вами В моде В моде, все-таки, да Который год, но из моды они не выходят, да? Да Делаете такие вы? Нет, мы такие не делаем А такие мало кто делает просто Да У вас эксклюзивные, да? Такие делает мой сын Ваш сын? Да, у меня сын тоже занимается Ну, инъекционными методами А дочь врач-косметолог Ань, вот вы сторонница все-таки естественной красоты Ведь так в этой команде находитесь Но при этом парикмахер и визажист То есть вы все-таки за счет макияжа и укладки меняете человека Просто немножко другим методом, без инъекционным Вот бывали случаи в вашей практике, когда мужья стрелялись на утро после первой брачной ночи Когда видели, что жена без макияжа, это совсем другой человек Вот вы готовы в случае чего какие-то похоронные расходы взять на себя? Ну, сейчас ключевая фраза была после первой брачной ночи То есть они как бы не только вот увиделись при макияже в свадебном платье Согласны, что макияжем женщину можно изменить кардинально? Кардинально нет, но можно Насколько? Ну, можно изменить, ну... Просто мы ее меняем относительно ее... Но если Сергей режет, то вы с помощью кисти... Кисточек, да, у нас все более как-то лояльно, щадяще происходит Но мы меняем, да, тоже... Мы режем, а мы... Штукатуре, вот подсказывают Ну, мы штукатурим Ну, это, мне кажется, что лучше пойти, как бы сделать макияж, да? Который ты придешь вечером умоешь, смоешь А, ну, как бы, если ты уже порежешь или разрежешь... А вечером расстроишься, когда смоешь Нет, ну почему? Можно же пойти опять его сделать И так до бесконечности То есть лучше килограмм косметики на лице, чем пару инъекций? Лучше вообще, чтобы тебя любили за то, что ты личность За то, что у тебя есть какая-то изюминка То есть не обязательно, чтобы тебя любили за макияж То есть все, кто к вам приходят, получается, их любят за макияж? Нет, почему? Ко мне приходят очень красивые девушки Которые, вот ведь Оля тоже накрашена Вот если Олю умыть, она же тоже... Оля не только накрашена Нет, ну, я имею в виду, я говорю сейчас про макияж То есть она красивая девушка, да, если ее умыть, она останется красивой девушкой Она приходит к визажисту, ее подчеркивает ее красоту, которая у нее уже есть Я не говорю сейчас о пластике, о чем-то еще Я говорю, сейчас как визажист. То есть вы считаете, что красота Оли, она естественна? Ну, конечно, Оля красивая девушка, но ее какие-то особенности, да, то есть вот ее черты лица, визажист, вы как видите, Оля накрашена, да, мы тут все накрашены, мы все пользуемся услугами визажиста, и вы тоже. Подчеркнули, ну, тоже грех. Сергей Прикудрин тоже. Оле подчеркнули просто ее, ну, какие-то ее особенности. Ее особенности. Вот я прошу прощения, не помню, как вас зовут. Мария. Марии подчеркнули ее особенности. Мне подчеркнули мои особенности. Ну, вот я считаю, что каждая девушка красивая, и макияж, он подчеркивает ее какую-то индивидуальность. Ваш муж вас без макияжа видел? Конечно, видел. Я очень красива без макияжа тоже. Не советую что-то изменить в себе, например? Может, Ань, попробуешь там все-таки? Нет, муж мне такое не говорит. У Сергея сейчас акция, между прочим. Так что вы можете в случае чего... Я просто говорю к тому, что девушки и женщины, которые даже женщины, может быть, не девушки, потому что девушки молодые, они и так знают, что они красивые. Вот, например, ко мне приходит много женщин, которые в возрасте, мамы-невест, допустим, да, или... Но у них нет денег на операцию, поэтому они идут к вам, у вас дешевле просто. У них нет денег на операцию, просто она не красится в обычной жизни, может быть, ей это не нужно. И когда она приходит к нам, мы дарим ей тоже вот эти вот счастливые глаза, которые вот говорил, да, я прошу общения, я именно... Сергей. Сергей, да. Вот эти счастливые глаза, то есть человек, вот она сидела такая уныла, я ей сделала макияж, она прям, ну, вот просто человек меняется. Пока ему 20 лет. Да, это пока. Она приходит вечером... Ну, да, возможно. Я как бы не говорю, что вот совсем это не должно быть, это должно быть в меру, когда вот действительно девушка хочет, ну... Но грудь ты не нарисуешь, Ань. Почему? Я могу. Как, увеличить на пару размеров за счет кисти? Ну, мы же все как бы, да, ну, понимаем, да, что выпуклость, выпуклость это у нас как бы что-то белое, а впуклость это что-то темное. То есть все-таки вы не заестественны за то, что приукрасить, в том числе, двойные стандарты получаются. Получается, да. Можно просто это все тенью, светом и тенью обыграть. Можно сделать ключицу больше, можно сделать грудь чуть пышнее, той же невесте в платье, например. Использовать хайлайтер, использовать какое-то скульптурирование, это все. Ну, в очередной раз себя приукрасить. Оля, скажите, сколько вам лет? Вот мне кажется, немногим больше 20? Мне 23. 23 года? 23 года. 23 года. Но я так понимаю, что тюнинг и обновление своей внешности вы делали уже не раз. Ну, всем кажется, что я сделала много операций, инъекция. Ну, просто выглядите так, да. Да, но на самом деле у меня те, кто следят за мной в социальных сетях, они прекрасно знают, как я выглядела до губы, и что у меня на лице сделаны только губы. А что с вами было раньше? Чем были плохи так ваши прежние губы? Ну, ничего, мне просто захотелось изменения. Я это сделала, и все. То есть, как бы, как сказал правильный художник, мне, может, это надо есть, я могу это убрать. А для кого делали? Для себя, прежде всего? Кому что-то доказать? Да, нет. Это просто было мое желание, исключительно мое. То есть вы не были довольны своей внешностью ранее? Нет, я довольна спала. А зачем изменять это? Ну, мне так захотелось. Я же вам о чем говорю? Это просто было желание. Вот мне захотелось, чтобы... Так, а если захочется прыгнуть с крыши, вы тоже это сделаете? Нет, это разные вещи. Вы это не сравниваете. Это немножко разные вещи. А что будет дальше? Сейчас в 23, в 50 вы будете как трансформер. Чем будете заниматься? То есть, или дальше просто совершенствоваться какие-то эксперименты более радикальные? Нет, все, взяли, что дальше. Если человек сделал губы, это еще не значит, что в 50 лет... Вы только губы делали? Да. Только губы. Все остальное, это все ваше, да? А в 50 она будет выглядеть на 25. В 50 на 25, да? Да. Но я так понимаю, что ваши эксперименты над внешностью, это вложение в себя, прежде всего, это ваша работа. То есть, за счет чего вы получаете обратку? Ведь так же вы ловите хайп в соцсетях. То есть, у вас огромное количество последователей, которые хотят быть похожими на вас. Ну, кстати, за это я скажу так, что если человек уже имеет некую известность, популярность, это ответственность... Вы себя считаете известным? А как это соизмеряется? Сколько у вас подписчиков? Ну, 127 тысяч. Для Крыма это как бы много. То есть, вы известны в Крыму? Да. Я об этом говорю смело. Дальше я могу сказать так, что помимо внешности, сейчас все привыкли просто судить о внешности, что если у нее там сделаны губы или что-то сделано, значит, эта девочка без мозгов и ничего не может. Но это ошибочное мнение. И это стереотипное мнение. И я могу даже выразиться грубо стадное мнение, потому что у меня есть высшее образование. Я ваша коллега, у меня образование журналиста, да. Я училась в Крымском федеральном, это сейчас КФУ, ну, в мое время это был ТНУ. И помимо всего этого, я волонтер, я спасаю животных. Я помогаю людям. Спасибо. Зоя, вот вы предлагаете женщинам самим постичь восточную практику, если я не ошибаюсь, омоложение с помощью онлайн-курса. То есть массажами и правильным питанием меняем себя. Вот все вроде бы просто и очень красиво, но цена в 15 тысяч рублей, заряд полезных советов, без всякой гарантии, это немного. Ведь можно добавить еще 15, я думаю, пластиковик сделать, да? Ну, практически, да. Только одной пары. Одной пары. Зоя, что скажете? Наше лицо отражает все внутренние процессы, физические, психические. И морщины, безусловно, да. Конечно, да. И когда женщина что-либо меняет на своем лице, все остальное говорит о том, что она фальшивит. Потому что если в теле есть какие-то изменения... То есть вы хотите сказать, что девушки это копии, фальшивки напротив вас? Конечно. Да? Конечно. Но я как специалист говорю, что да. То есть есть некоторые моменты, которые я как специалист вижу в теле, да. Наше лицо меняется только тогда, когда меняются процессы в теле. И в психике в том числе. Меняется биомеханика движений человека. Вы хотите сказать, что Оле пора к психиатру? Нет, я так не хочу сказать. Но изменения в психике вы видите, да? Вопросы я сдаю, да. Это свойственно молодым девочкам. Это свойственно молодым девочкам. Вы себя не считаете молодой? Считаю. Но я намного старше, чем Оля. И я думаю, что Олина мнение может измениться лет через 10-15. Мы все меняемся. И когда лицо подтянуто, что там, глаза, да, глаза мы делаем более, как вы сказали, более выразительными. Боремся с разрезами. Да, но когда остается шея короткой, когда посадка головы неправильная, когда есть сутулость, тело выдает эту фальшь. Понимаете, все должно быть гармонично в теле. Если уж делать глаза, то нужно поработать полностью над всей статикой тела. За 15 тысяч. А откуда у вас такая цена? Это цены, которые указаны на вашем сайте? Не знаю. Нет? Такого не бывает? Вы бесплатно предлагаете свои услуги? Нет, не платно, конечно. Конечно, платно. Но у меня другие цены. Что, не в 500? А вы уже хотели? Да, узнала. И что? Я пошутила. Но все-таки такие мысли закрадывались, да, судя по всему. А вам такие губы, как Оля, они не импонируют совершенно, да? А что в них не так? Вот давайте разберем Олины губы. Неестественность, это первое. Для Олиной внешности это сильно ярко. То есть ее конституция... А яркой быть плохо для женщины? Нет, нет. Ее конституция несомнестима... Я поняла, переборщила Оля. Надо было немного меньше, как это, дозу там, как уменьшать. Ну, миллилитрами дозу. Миллилитрами? А сколько у вас вот сейчас на лице вколот? Не на лице, а губы. Исключительно на губах они тоже на лице, на вашем. Миллилитра, это три шприца. Три шприца. Три тоненьких шприца. Не пять кубов, а тоненьких. Я понимаю, что бывает так. А вы как морщины пальцами за 15 тысяч разбивателей с кубом? Существует много различных текен. Вы можете разбить морщины пальцами? Могу, да. А исправить перегородку носовой? А с генетикой вы тоже боретесь? С генетикой нет. Требуется больше времени, конечно, когда... Для чего? Для мимических или каких? Для мимических морщин. Ну, вообще, для заломов на лице требуется больше времени. Это огромный труд, я хочу сразу сказать. И это работа над своим телом полностью. Безусловно, поэтому он и стоит немало. От кончиков пальцев ног до макушки головы. Потому что просто так морщины убрать невозможно. Нужно поработать со всем телом. И это комплексная работа. Это не только массаж, это не только упражнения. Это и разговоры, да, прежде всего? Это работа с костями черепа, это остеопатическая техность. У вас есть медицинское образование для этого? Я закончила специальность, у меня физическая реабилитация. Вы реабилитолог? Я реабилитолог. И, к сожалению, я потом спасаю вот таких девушек, которые приходят с последствиями после филеров, после инъекций. И мы вынуждены работать уже с фиброзами и с другими последствиями, с рубцами на теле. Многие обращаются? Да. А от Сергея никто не приходил? Нет. Пока нет. Пока нет, но все еще впереди. И что девушки говорят, как вы утешаете их? Ну, мы начинаем с ними работать. Пальцами как-то губы разбиваете, да? Пальцами разбиваете, да? Я совместно работаю еще и с медиками, с остеопатами, да. То есть это очень серьезная работа, это серьезные нарушения в теле, к сожалению. Маш, ну, хроническое недовольство своим внешним видом для многих это уже просто переходит в болезнь. Человек, однажды начав переделать свое тело, он просто не может остановиться. Ему нужно совершенствовать себя и совершенствовать. Вот вы не думали, что природа, она не просто так нас создала, именно такое вот вас создала? Что вы в себе меняли? Ну, сейчас я вот с брекетами, например. Прикус? Да, да, меня прикус выравнивала. А что так поздно, не в детстве? Ну, не знаю. В детстве я просто в Керче жила, и у нас такие были ортодонты. Губы ваши еще, да? Да, губы мои. Хотя мне не верят, говорят, где хорошо так выглядят губы. Сергей, можете определить, это все-таки губы... Я уже определил, да, натуральные. Вот, и многие не верят, говорят, по совету хорошего врача, где так естественно и красиво колят губы. Я говорю, поставьте брекеты, и у вас будут такие же губы. Ну, в принципе, у меня свои губы. На хорошую форму я довольна. Вот губы я бы не переделала. Но в дальнейшем, если там у меня будут появляться морщины, пока их тьфу-тьфу-тьфу нет, слава богу. То есть вы еще не обращались с абсолютно каким-то радикальным методом, вам это пока не нужно. Сколько вам? Ну, 39 лет. Вам 39 лет? Да. А вам 23? Так похоже просто. Но я так понимаю, ресницы все-таки пришлось прибегать, да? Да, ресницы была, поскольку я участвовала в конкурсе, и мне надо было выходить на сцену. Да-да-да, вы же победительница конкурса «Путь царицы», да? Да, я попросила мастера. А куда ведет путь царицы, к чему? Куда ведет? Куда-то к высотам. Не знаю, ну, ведет, я пошла как бы для себя, не для того, чтобы там завоевать какой-то титул царицы, там выиграть автомобили или еще что-то. Это, в первую очередь, это конкурс не красоты как таковой, вот как, например, модельный. Ну, а показать, какие у вас ресницы и волосы. Вы же занимаетесь наращиванием волос, да? Почему? Не только, да. Не только интеллектуруем. Мы ходили конным спортом, занимались, также посещали психологов, сексологов. Вы волосы наращиваете? Наращиваю. Я наращиваю и людям, и сейчас на конкурс сделаю себе. Кому еще, кроме людей, можно наращивать? Ну, людям. Животным тоже? А женщинам, девушкам. У вас ненатуральные волосы, да? Да, ненатуральные. А как вот это с чужими ходить? Отлично. Многих хотя пугают, говорят, это волосы, наверное, с мертвых бабушек, но это нет. А у вас есть сертификат, что они не с трупов? Есть сертификат качества волос, сертификат прибора, которым я наращиваю, ультразвук, что это является безопасным для человека. Все это есть, и как бы это уже 21 век на дворе, никому этим не напугаешь, никого. То есть просто люди относятся как вот к наращиванию ногтей, к ресницам, как к расходному материалу. Никто не спрашивает там, откуда эти волосы. А откуда все-таки они какие-то... Ну, очень много поставщиков. Кто производитель? Это вот те объявления, которые куплю дорого на заборе? Нет, нет, нет. Очень много поставщиков на самом деле. Но кого стригут-то? Из Индии или откуда? Ну, не только Индия, Китай, очень много Китая. Да, население. Ну, продают многие. Оля, у вас свои? У меня нет. Это наращенные тоже на вас волосы. А у вас с кого? Ну, славянской девушке или... Со славянской девушке, да. А вы вот не боитесь судебных исков, например, от той же мусульманки, которая придет к вам наращивать волосы, а вы нарастите волосы той женщины, которая ест мясо. За 13 лет моей работы такого еще не было, в принципе. Никаких исков. Все уходили только довольные, счастливые. Потому что люди же не всегда наращивают, например, короткие густые волосы, она захотела длину до попы волосы. Да нарастить можно все что угодно, я понимаю. Есть люди, которых и генетически, и наследственно не растут волосы. Те, кто лысый, с ними все понятно. А те, кто просто приходит и говорит, ну вот хочу, хочу наращивать. Ну, пожалуйста, хотите. То есть никаких показателей для этого нет? Можно наращивать волосы, вы считаете, любому человеку? Да, единственное противопоказание только длина своих собственных волос. Если у тебя там стрижка под мальчика, естественно, я там не колдунья-волшебница, я там, надо же эти волосы куда-то зацепить, и чтобы это было естественно красиво, а не так, что видно было за 3 километра, что у человека нарученный волос. Поэтому я говорю уже, 5 сантиметров хотя бы должно быть. А в парове страсти можно сорвать? Ну, это уже какой мужчина у женщины. Ну, у вашей практики такого не было. Ну, у меня крепко держатся волосы, и клиенты мои довольны. А вот советовали бы девчонкам напротив? Да. Что можете сказать? В принципе, все хорошо. Вы же эксперт в этой области, все хорошо. Ну, вот как... Анна, Анна, да. Да, у Анны такая структура волоса, она гладкая и тонкая. Вы на расстоянии определяете или вы щупали? Да, ну, 13 лет работала уже. Ну, или утяжок, да. Приходят девочки, у которых хорошая длина, но просто вот тонкие волосы. Тогда не обязательно там наращивают такую шевелюру там на 200 грамм волос. Просто делают девочки себе загущение, подстригают концы. И вот, пожалуйста, вроде как естественно... Что значит загущение? Загущение. То есть немножко ты угущаешь свои волосы. Соответственно, тоже наращиваешься. Спасибо, Саш. Вот вы легко, мне кажется, одним движением можете из красавицы сделать урода, из урода сделать красавицу. Ну, как свет поставишь. Да. Вы обманываете женщин, получается? Нет, нет. Но выступаете за натуральную красоту при всем этом. Да, да. Понимаете, красота, повторюсь, в глазах смотрящего, и она уходящая, да, натура. И гоняться за красотой, это удел, мне кажется, слабых. Да, потому что все-таки наша жизнь не в красоте личностной, да, и не тех людей, которые окружают, а в наших поступках и в добрых делах. И поэтому, когда ты об этом это понимаешь, ты делаешь совсем... Меняешь, во-первых, в себе, да, что-то, какой-то пунктик, и поступаешь по-другому. Поэтому огоняться за что-то эфемерное, это, ну... Вот, знаете, ну, извините, смешно смотреть на постаревшую барышню, которую, да, без морщин. То есть ты как бы, подожди, а сколько тебе лет? То есть она хочет нас удивить, зачем? То есть, понимаете, удивить надо талантом, умом. То есть вы считаете, что женщинам нужно натурально и красиво стареть? С дряблостью, с двойным подбородком, со всем. Это красиво? Нет, ухаживать за собой и менять кардинально себя, это две разные вещи, да? Ну, разве можно так ухаживать за собой в 50, вот скажите, чтобы просто пальцами... Таких не было бы у Сергея работы тогда. Не, ну, это бизнес, понимаете, нам... Но вы же не бесплатно фотографируете. Подождите, когда мне заказчик говорит какие-то критерии, я их делаю, конечно же. Но в творчестве я этого не допускаю даже, понимаете? То есть вот как-то и есть, и, допустим, мои очень много знакомых, особенно барышень, да, на меня все время дуются. Вот ты меня снял некрасиво. Я говорю, подожди, я снимаю не красоту, я снимаю выразительный кадр. Понимаете, как сказал Делакруа. Задача художника не снимать красоту, а делать выразительный кадр. Вы любите женщин? Конечно. А почему они после вас недовольные тогда уходят? Вот после меня довольные женщины. Потому что красота у каждого, говорю, она себя хочет видеть по-другому. Но она вот есть в эту минуту, ценность ее в эту минуту здесь и сейчас. Но вы на кого будете смотреть? На молодую, красивую, которая пройдет мимо вас? Или на женщину пожилую? То есть вы все-таки любитель дряблых ягодиц? Все так говорят, но... Нет, говорить можно все что угодно. Есть душа человека, да, ее отдельная красота. Так а как вы отделите ноги от души? Нет, смотрите, а вот стандартная красота, да, которую нам, да, наше сознание там, да, блондинка, высокие ноги, это стандарт красоты. Вот Оля не стандарт? Ну, в какой-то мере стандарт, да, она и стремится к этому стандарту, понимаете? То есть вот и мне это не близко. Вы хотите ее сфотографировать? Не, ну прямо так хотеть, для чего сфотографировать? Раскрыть, чтобы ее душевную красоту. Не, ну может быть как элемент этого времени, да, что вот она над собой сделает... Отражение той моды, которая есть сейчас. Да, конечно, да, вполне, да. Точно так же я хочу сфотографировать и старушку, которая стоит на рынке, как отображение этого же времени. Понимаете, мне все равно. И там своя красота, и там своя красота. Но там красота естественная, которая не вызывает вопросов. А тут будут возникать вопросы. А зачем вы это делаете? Будьте индикатором времени, Оля, вот таким вот образцом, на который вы хотите, чтобы девочки в возрасте 9-8 лет смотрели на вас и говорили, я хочу быть как Оля. Но тем не менее у вас 127 тысяч подписчиков. Ну, я думаю, что это же за заслуга... За интеллект, да, не только глаз и губ. За внешность, понимаете? Здесь не только внешность играет роль, потому что на сегодняшний день, скажем так, век интернета, Инстаграма, ВКонтакте, Ютуб, да, то есть очень много ярких и красивых женщин. Но не каждая удосуживается большого внимания и большого количества подписчиков. Каждую за что-то любят. Ну, а для вас внимание, вы ради чего вот с собой это все сделали? Ради мужчин, прежде всего? Нет. Ради себя, чтобы вам каждое утро было приятно смотреть и видеть это отражение, да? Почему бы нет? Вы хотели бы, чтобы Саша вас фотографировала? Нет. Почему? Ну, у него другое видение, красоты, мне бы не хотелось. От него же недовольные уходят женщины. Мне бы, честно, мне бы не хотелось. Я бы не хотела прийти, чтобы мне сказали, я вот тебе вижу вот такой. Просто знаете, в чем... Спасибо, время второго раунда истекло. Теперь слово судьям. Итак, кого наши вопросы все-таки поставили к стенке? Кто слабее выступал? Мне показалось все-таки красный угол. Послабее, потому что отдают дань моде, отдают дань сегодняшнему дню и каким-то собственным интересам, которые действительно могут измениться в дальнейшем, со временем. Спасибо. Можно уже сейчас сделать вывод, кто лучше? Я думаю, что еще нет. У нас мы не смотрели третий раунд, все может кардинально поменяться. Фаворит ваш не изменился относительно первого раунда? Я еще думаю над этим. Спасибо. Александр, скажите, вы могли бы влюбиться в девушку, которая прибегла к специалистам, к косметологам или к хирургическому вмешательству? Сомневаюсь. Зарекаться не буду, но сомневаюсь. У меня как-то вот есть сразу барьер такой, да, чтобы... Человек все-таки, видно, недоволен собой, и он будет это постоянно, да, себя совершенствовать, совершенствовать. А мне кажется, надо совершенствовать совсем в другой области. Александр, а если завтра ваш ребенок придет после ринопластики, как вы отреагируете? Ну, спокойно, к сожалению, спокойно. Что ж, ну, опять же, пусть он сначала придет, да, то есть, а так можно же там придумать все, что угодно. Спасибо большое. Зоя, скажите, пожалуйста, сегодня 21 век. Главное быть красивым, и не важно, эстетически ты красив от хирургического вмешательства или потому, что ты естественно красив. Главное, красота ведь? Красота внутренняя скорее. Когда женщина уверена в себе, она всегда красива, она всегда расслаблена. И на ее лице будет вот эта расслабленность и уверенность. Это главное. Если она захочет сделать себе какую-то пластику или какие-то косметические, косметологические услуги, пожалуйста, пусть она подчеркивает это. Но красота все-таки это не фантик, это содержимое вот той конфетки, это вот вкус, понимаете, вот эта красота. То есть, вы не уважаете тех людей, которые хотят выглядеть красиво, пусть даже и с хирургическим вмешательством? Почему я уважаю? Это их выбор. Но я лично считаю, что нужно попробовать какие-то другие способы, особенно если это молодая девочка, попробовать более безопасные способы. К сожалению, хирургическое вмешательство любое несет за собой большие последствия. Спасибо большое. Хорошо. Скажите, если бы вам завтра предложили сделать ринопластику или увеличить губы, вы бы согласились? Нет. То есть, вы за естественную красоту, но при этом вы бы подчеркнули это макияжем. Вы бы сделали себе структурирование лица? Да. Мы вас... Можно я соглашусь, но может быть чуть позже. То есть, вы еще не определились, на какой вы стороне? Я считаю, что я определилась на какой стороне, но, опять же, я говорю, что должно быть все в меру. Меру и, наверное, в свое время. Спасибо. Мария, скажите, удается ли вашим знакомым разглядеть вас личность, либо к вам относится просто как кукла? Естественно, конечно. Я не только наращиваю волосы, я пишу стихи юморные. Я участвовала в камеди баттле. В Москву ездила два раза. Меня приглашали выступать даже там. Вот. Я делаю авторские куклы. Я очень много всего могу. Я творческий человек. Я считаю, что я интересная личность. Поэтому я считаю, что не только за красоту, за что-то меня там любят, уважают. Спасибо. Стихи обязательно послушаем. Оль, вы были с нами откровенны в плане ваших изменений внешности? Ничего не делали, кроме губ? Нет. Это можно легко проверить. Каким образом? Ну, у меня есть детские фотографии, фотографии школы, фотографии студенческие. Там свой нос, свои глаза, свои щеки и подбородок. То есть, в целом, все свое, кроме губ. Что скажете про грудь? И, кстати, грудь тоже своя. Фотографии школьные и студенческие есть. Это доказывает. Спасибо. Сергей, аргументы по третьему раунду. Предложите, может быть, скидку кому-то из своих оппонентов? Может, это подействует? С удовольствием, естественно. Я только хочу добавить, что пластические операции современные не оставляют следов на лице. Эти методики дают возможность спокойно себя чувствовать в социуме. И никто, глядя на вас, не увидит, что вы что-то делали. Вы просто похорошели. А почему сына отправили и дочь в эту область? Слишком это зажиточное место? Нет. Они не захотели быть просто врачами. Они считают, что они могут сделать что-то более совершенное, интересное, красивое. И выбрали эту профессию уже после того, как получили диплом врача. Спасибо. Итак, по итогам второго раунда, раздельным решением судей, победа вновь отдается команде за естественную красоту. Таким образом, общий счет становится 2-0 в пользу команды в синем углу. Третий раунд. Полный контакт. Продолжение следует... Я задаю вопрос. Анна, кому ваш вопрос? Ой, ну, наверное, мой вопрос... Сергею? Да. Вопрос к Сергею. Я вот хотела бы... Мне вообще всегда это было интересно узнать... Почему Сергей решил резать или что? Нет. Вот если к вам придет женщина, да, вот она будет красивой женщиной, у нее будет все как бы хорошо в порядке, с вашей точки зрения, да, вот вы бы ничего ей не изменили, не добавили, не сделали, не убрали, не приклеили, не засунули, вот. И она бы сказала, вот хочу и все. Вот хочу. Что бы вы ей ответили? Ответили бы нет. Смотря сколько бы она предложила, я думаю, да, Сергей? Вот какая сумма... Для вас деньги ничего не значат? Она предложила бы вас хотя бы минимум, который бы вот вы не знали, ну, вы знали, что этот минимум бы ей не повредит, скажем так, сделать ей пластическую операцию. Все равно такая сумма есть у каждого человека. Пластическая хирургия – это медицинское направление, медицинская наука. И там есть такой термин «показания к проведению операции». Вот она сказала, я хочу. Риск и наличие какой-то деформации, дефекта. Хочу. Хочу не является показанием. Сколько денег? Деньги тоже не являются показанием. У нас такие случаи были. Да, мы говорим... Ну, пожалуйста, хочу. Справка от психиатра, да. Упадет на пол и будет биться. Нет, ну почему сразу справка от психиатра? Таких вообще... То есть надо вызывать сразу бригаду. Ну, подождите, вот Оля. Она же потом будет падать как-то. Ну, вот Оля, что? Вот она хочет смотреть на себя в зеркало и видеть... А вы считаете, что красиво то, что Оля с собой сделала? Вот вы как специалист. Я только что слышал, красота у каждого индивидуальная. Вам нравится, Оля, как мужчина? Мне очень нравится. Вы себе нравится, это понятно. А вот Сергей, ну скажите. Вам нравится, вам нравится. Девушка очень и очень привлекательная. Видимо, они нравятся. Ну, что значит мне... Как специалисту, естественно, она нравится. Но вы знаете, сколько там в колту? Понимаете? Она уже сказала, сколько. Ну, в общем, нет суммы, которая... Он не косметолог, он фирург. Нет суммы, которая вот заставит вас сделать какое-то вмешательство. Сделать операцию ради денег, такого у нас нет. Но вы же не благотворительная организация. У нас есть другое. Человек попал в жизненную ситуацию. За ним охотятся бандиты. Ему нужно поменять внешность. Защита свидетелей? Во внешности у него, в принципе, все нормально. Но цена жизни. И мы делаем... И какова цена жизни? Цена жизни, это... Большая цена. Естественно. Потому что это комплекс операций. А таких много случаев в вашей практике было, когда вы комплексно изменяли внешность человеку? Такие, да, ситуации. Без лица, как из того фильма. Мы меняли внешность, да. И человек в результате оставался... А это законно, Сергей? Конечно, законно. Сегодня? Ну, немножко Сергей... То есть не только внешность, но и документы меняет этот человек, да? А с женщиной тоже такое приходилось делать, да? Нет. Женщинам нет, только мужчинам. То есть женщины только грудь могут поменять? Почему только грудь? А что меняют? Все. Пол? Да. А вы... Ну, мы полом не занимаемся. Нет спроса в этом городе? Мы оперируем все от макушки головы и до пятки. Все делаем. И уши, как у чебурашки, тоже можете привести в норму, да? Ну, уши, если у него оттопырены... Ну, а что делать, да? Естественно, конечно. Ну, как же. Это эстетический дефект. Нужно устроить. Надо помогать людям. А как вы считаете, почему тогда такая грустная статистика, что только за последние несколько месяцев в России шесть пациенток погибли во время или после операции по улучшению внешности? Шарлатанство? Есть и такое, между прочим. Почему хирурги убивают? Не хирурги убивают. Анестезиологи? Анестезиологи убивают. Приходящие, потому что из одной клиники прибежали в другую. Да, прибежали в другую. Качество подготовки специалистов у нас в стране, к сожалению, ухудшилось. И продолжает ухудшаться. Это одно. Второе. Количество клиник увеличилось. В каждой подворотне есть уже своя пластическая клиника. Сегодня к пластическому хирургу как к парикмахеру. И вы бы, я думаю, не отказались, если бы к вам ходили как к стричь волосы два раза в месяц. Приглашают людей, которые не имеют опыта и знаний. А вы пациентам, не мне, а пациентам, вы об этом рассказываете вообще? Конечно. Предупреждаете? Я на телевидении уже выступал по этому поводу и в газете, в крымской газете интервью давал. Все это уже у нас в Крыму известно. А что делать? Что делать? Во-первых, есть приказ министра здравоохранения 298-й, который... На желатане не написан приказ, прежде всего, вы это понимаете. На основе этого клиники пластической хирургии уже все оповещены. Там уже были комиссионные проверки. По соответствию этих клиникам. Ты понимаешь, что вы сейчас просто разбираетесь со своими конкурентами, прежде всего? Да, у вас много конкурентов, Сергей? В Крыму мало, очень мало. Вы монополист, да? Нет. Я сказал, мало, это не значит, что их вообще нет. Но все-таки хотелось бы больше, я так понимаю, да? Ну, зачем? Мы люди скромные, но все дело в том, что и клиник, имеющих лицензию на пластической хирургии, всего раз-два обчелся. И специалистов, имеющих сертификат пластической хирургии. А по факту сделать это не можем. Это очень сложно. Сегодня стать пластическим хирургом, это очень тяжело. Но вы говорите, как это, если в каждой подворотне он каждый считает себя пластическим хирургом. Так они не имеют ни лицензии, ни сертификата. А вы лично с ними боролись? Писали заявление в прокуратуру? Они в Москве, я здесь, понимаешь? Спрос есть, люди на себе экономят. Вы бы пошли в подворотню? Нет, конечно. Колоть себе что-то? Нет, конечно. А как вы определили? Мне мое здоровье, прежде всего, дорого. Я бы не пошла. Оля, а вы? Нет. Не боитесь, что занесут чего-то там? Или не проснете просто? Нет, я хожу к хорошим кровеленным. Боюсь, как бы не боюсь. Хирургам не хожу, но целым к врачам кровеленным. А вы бы что-то изменили воле, Сергей, как эксперт? Пока нет. Пока нет. В 23 рано что-то менять, да, кардинально? Требуется более детальное обследование. А в девушках напротив, в ваших оппонентках, что не так? Что бы хотелось все-таки добавить, может, уменьшить? Говорят, что вот сейчас как-то делают талию осенную, да, ребрак убирают. Да, удаляют нижние ребра. В вашей практике такое было? Нет, мы этим не занимаемся. Все дело в том, что это вредно для здоровья. А все остальное не вредно? Грудь не вредна? Ну, конечно. Вы считаете, что не вредна? Современные операции не дают никаких негативных эффектов. Это эстетика, чистая эстетика. Даже не влияют на лактационные способности железы. То есть женщина может беременеть, рожать, термить детей. Так почему тогда распухают, куда-то импланты эти убегают? Что не так? Ну, если они неправильно поставлены, конечно, они убегут. Мы ставим подмышцу, грудную мышцу, а те хирурги... Зоя, вы все еще думаете? О чем? Об увеличении груди. Нет, ни в коем случае. Меня все устраивает во мне. Еще все впереди. Вот Сергей считает, что все-таки не так все радужно, как могло бы быть. А что вас останавливает? Просто боитесь лечь под нож? Я не вижу необходимости. Я себя устраиваю. Мне комфортно в этом теле жить. Она уговаривает себя, что у нее все хорошо. Я не уговариваю, мне действительно хорошо. Не, просто, вы понимаете, но если бы у человека была бы возможность... Я так скажу, что если есть финансовая возможность, и человек готов морально, и не боится, он идет и делает. Я, к примеру, не знаю ни одну женщину, ни взрослую, ни моего возраста, у которой есть деньги, и она что-то идет и не делает. Я такую не знаю. Это либо уже... То есть если нет денег, красивой не будешь, получается... Нет возможности. Я говорю не из-за 23, я же только что озвучила, что как бы взрослая женщина, ну, скажем так, в 35 даже элементарно, я знаю вот таких, у которых есть финансовая возможность, она делает зубы. Вот, вы знаете, меня интересует заестественность, а когда у вас с зубами проблемы, вы тоже сидите, а, я же... Ну, исходя из вашей логики, мыться можно не мыться, зачем? Да, зубы оставлю, ну, лучше вот такие. Зачем мне зубы делать? А зачем мне... Нет, подождите, окей, вот у женщины... Нет, ну подождите, губы при чем здесь, губами можно так салить? Нет, я говорю в целом заестественность, вот волосы, мы даже возьмем волосы, а почему женщины идут и красят волосы? Вот появляется седина, я лучше заестественность, я похожу с сединой на голове, с отрошами и корнями. Мужчина тоже красит? Ну, зачем? Ну, и мужчина, я просто не знаю, как бы, ну, вот, я в целом говорю. Если мы все так заестественность, я считаю, либо ты говоришь, что я полностью за... Вот просто все девушки, которые... В чем вопрос ваш? А, вот, я сейчас скажу. Да, формулируем. Если вы заестественность, и мужчина в том числе, вот отдельно я хочу спросить у мужчины, а понравится ли вам женщина, вот будет идти две женщины, одна женщина будет идти. Ухоженные волосы, пусть даже нарочные, красивые. Блестящие, как у Ольги. Красивые, вот такие волосы будут красивые. Она будет идти с блеском на губах. Чуть Сергея постомнишься. Извините, пожалуйста. И бровки у нее будут ухоженные. И рядом будет идти, вот, пусть даже такого же возраста женщина, но она будет вся естественная, без покрашенных волос. У нее будут сухие, ломкие волосы, с вот таким животом, без спортзала. Просто в каком-то платье будет вот так идти. Вы даже можете мне не отвечать, я за вас даже отвечу. Так зачем тогда ваш вопрос? Вы взяли карикатурный какой-то образ, карикатурный, который, ну, сейчас с таким же успехом можно придумать еще таких 20 способов, понимаете? Вот, примеров. Понимаете, когда ты любишь человека, любишь человека, ты уже любишь его таким, как он есть. Понятно, что ухоженность должна быть, ухоженность. А ботокс? Но кардинальные изменения недопустимы. Не, ну опять, нет, нет, конечно же нет. А что для вас кардинальные изменения? Нет, человек должен быть смело себя воспринимать, понимаете, а не видеть какой-то там придуманный кем-то и вложенным в его сознание образ, да, что, вот смотрите, стандарт красоты такой, губы должны быть такие, там, 3 мм, 5 мм. Запомнили. Завтра будет 10 мм, будете делать 10 мм. Ну, смотрите, вот у меня, что для вас кардинальные изменения? Вот что для вас кардинальные изменения? Ну, для меня странно, что вы в своем возрасте делаете изменения. А когда вы укололись в первый раз, Ольга? Вы прекрасно выглядите без... В 21 год Ольга укололась в первый раз. Ну, так это, вам нравится колоться? Да, представляете, мне нравится, я себя кайфово чувствую, когда я колюсь. Нет, у меня просто, вы не ответили на вопрос, что для вас кардинальные изменения, что это может быть? Вот сделать такие же губы, как у вас, это кардинальные изменения. Для чего? Вот для чего? Вы без этих губ прекрасная, красивая барышня. Зачем вам это подчеркнуть? Для чего? Ну, я же ответила, мне так хочется. Ну, мне так хочется. А цвет глаз, это ваше ли? Нет, это линза. Я люблю, у меня голубые глаза, но я люблю линзы на стене, да, мне нравится это. То есть я в этом ничего такого не вижу, ничего там страшного нет. Для меня просто кардинальные изменения, это если женщина удаляет ребра, там, вставляет попу, не знаю, удлиняет ноги. Ну, есть же такие, да, когда оперируют, удлиняют ноги, рост? Это кардинальные изменения. А пар от Елизарова все когда схватили потом, да? Да, да, да. То есть, ну, а если женщина, вот, взять взрослую женщину, я считаю, что если женщине 40, и она делает, там, инъекции, биоревитализация, питание кожи, да, она делает маски всевозможные, да, она чуть уколола губы. Но Александра таких не фотографирует. Она боится старости, да, она боится старости. Для чего это делать? Вот скажите, зачем тратить время, деньги? Я думаю, что абсолютно каждая женщина хочет выглядеть хорошо. Каждая женщина. Нет ни одной женщины в мире, которая захочет выглядеть плохо. Нет, зачем выглядеть так рано хорошо? Зачем выглядеть 23 хорошо? Я согласна выглядеть хорошо в 35, в 45. Это естественно, я считаю, что это даже, ну, наверное, правильно, когда женщина будет тебе что-то делать. Аня, вы пойдете к Сергею? Рано или поздно подумайте об этом. Я же говорю, еще не время. А когда время? Вот когда время по-вашему? Ну, когда я вижу в зеркале себя, я себе не буду нравиться. Мне не будет нравиться то, что я вижу. Так зачем так радикально допускается, когда просто не сможешь на себя смотреть в отражении? Ну, вы говорите, когда уже не смогу, это что должно произойти? Вот можно, пожалуйста, сказать, именно поэтому вот стоит женщина, я сейчас не о вас, как бы, я ничего сейчас вам сразу плохого не скажу. Я говорю к тому, что вот есть женщина, которая не колола губы, там, не делала скула, она вся такая, как бы, естественная. А потом случается так, что у нее начинаются проблемы в семье, и элементарно ее мужчина смотрит на более ухоженную женщину, которая... Но все то, что за самооценку, я ни за кого не говорю, скажу чисто за себя, это все бред, потому что женщина себя хорошо чувствует только в тот момент, когда она себе нравится. Когда ты стоишь и смотришь... Коля, Александр ответил на ваш вопрос? Да. Все. Минуточку, а что делали женщины 50 лет назад? Так 50 лет назад было не то время, сейчас и мужчины другие. Достаточно было там огурчик приложить, и все, но это же нормально все. Огурчик это к вашей соседке, я думаю, там и творог с медом, и все остальное, за естественность, да. Ваш вопрос? Ну он уже был, да, зачем вот тратить силы и время, чтобы... И деньги? Да. Вопрос к Сергею? Всей команде. Пожалуйста, зачем тратить время, деньги, ну в вашем случае силы, видимо? Может быть, заняться какой-то благотворительностью там, да, то есть найти какое-то другое применение, понимаете? Оля могла бы рекламировать, например, там детскую литературу, то есть можно быть не только красивой, но и умной. Вы сказали за благотворительность, то есть она у меня есть. Я, чтобы вы знали, ну так, на секундочку, ежедневно спасаю бездомных собак и кошек, оплачиваю лечение, нахожу им дом. Вы отвечайте, пожалуйста, на вопрос, Александра. То же самое. Зачем вам это, зачем наращивать волосы? Я уже просто помогаю Саше, потому что... Ну, даже изначально не стояла финансовая сторона, потому что я заканчивала институт... Ну, просто захотелось как-то вот... Да, менеджер бытового промышленного дизайна, я могу заниматься дизайном интерьера, я рисую, я пишу стихи, мне заказывают стихи на заказ, то есть могу за 5 минут для любого человека... Ну, я понимаю, что очень талантливый, зарабатываете как-то, да. Поэтому, ну, вот попробовала, было такое веяние новое, мне, у меня мама медик, и мы ездили часто по медицинским выставкам, я с ней, вот, и я заинтересовалась этим. Может, просто комплексы? Не считаете, что это такое? Почему? Я всю жизнь ходила без нарученных волос. Так а зачем же они вам тогда? Конкурс же у меня был, я хотела на конкурсе, как бы... Да конкурс может быть... Можно дополнить тогда вопрос? Смотрите, пройдет 30 лет. Так же вот фотограф может меня понять. Да, что, вот смотрите... Вы думаете, Саша, что-то наращивает или что? Нет, ну почему? У нас конкурс, все девочки хотели, как бы кто-то там, мы к визажистам обращались. Это проблема в том, что девочки хотят. Все девочки цепляли себе там, кто, полу-лысые хвосты, никто не приходил на конкурс без волос. Поэтому, как бы, это нормально, ничего в этом такого страшного нет. Пройдет еще 30-40 лет, вы опять будете все подтягивать и подтягивать? Ну, мне кажется, что это настолько индивидуально, потому что так же большую роль играет генетика. Так и наращивать вы продолжите? Волосы? Себе? Вопрос. Я себе? Нет, ну вот эти и поизносились. И девушкам? Нет, ну почему? Просто есть... У меня люди приходят, уходят счастливые все. Вы слышали, что Саша сказал, что ваши волосы уже поизносились? Нет, через 30 лет поизносились. Нет, нет, неправильно. Спасибо. Неправильно. Через 30 лет они поизносились. Ну, у них же... Ну, у них же... Поэтому постоянно... Они обновляются, обновляют. Бабушки умирают, волосы обновляются. Понял. Почему вы считаете, что Сергей... Ваш вопрос к Сергею, пожалуйста. Зачем он это делает? Ну, это бизнес. Это деньги. Это очень просто. Вот, понимаете, здесь нет... Если бы это делалось бесплатно, тогда было понятно. Альтруизм. Да, это бизнес. А какие вопросы к бизнесу? А потому что мы вот с Олей уже участвуем в благотворительности. Нам надо деньги. Латных медицинских услуг. Тысячи. Ну, это самое высокоплачиваемое. И это бизнес. Ничего подобного. Есть операции по пересадке печени, сердца. Это нужда. Это нужда. Человек не идет, пересаживает печень, потому что она у него некрасивая. Это тоже, кстати, пластическая хирургия. Просто, чтобы вы знали. Реконструктивная, восстановительная. Это одно из направлений пластической хирургии. Мы об этом и говорим. Потом, есть такие ситуации. Женщина родила, откормила, грудь у нее провисла, на животе складки. А мужу не нравится такая грудь. Значит? Естественно, муж сам говорит, вот тебе деньги, иди, приведи себя в порядок. Вы бы своей жене такое сказали? Зачем такой муж нужен после этого? Господи. Не говори. Может быть. Но если бы такая ситуация возникла. Женщина сама на себя смотрит, естественно, у нее возникает потребность. Я знаю очень много женщин, которых носит на руках, которых любит муж, Который кормит детей ночью. А потом на лево ходит. Который рассказывает, какая она красная и красивая. При всем при этом, ну, как бы, она реально не очень красивая. Не, просто тут такая ситуация. Я вот... Потом уходит к таким, как девчонки. Да, ситуация еще в том, что... Да, не в этом дело. Но природные инстинкты, ты никуда природу не денешь. Мужчину природой заложено, что мужчина любит картинку. Мне так нравится вот это выражение. Вот женщина откормила пятерых, у нее грудь обвисла до колена, мужчина ее носит на руках. Нет, конечно, не говоришь, что у нее из-за детей. Она ее носит, но хочет он другую, потому что природой заложено в мужчин. Вам смешно? Нет, 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 я хочу задать Оле вопрос. Да, я вас прошу. Оля, среди ваших знакомых, близких людей, которые знают вас до того, как вы сделали губы и сейчас, есть люди, которым не нравится то, что вы сделали? Я могу сказать, что не то, что не нравится. Люди просто не хотели бы, чтобы я менялась, потому что хотели, чтобы я осталась такая, как есть. Таких людей много? Нет, но чтобы мне вот говорили именно, Оль, тебе это не идет, это некрасиво и так далее, такого не было. Но были вот такие, кто бы мне сказал, я бы, к примеру, не хотел, чтобы так было или не хотела. Вы готовы сказать такое Оле, чтобы она услышала правду от вас? Что вы думаете по поводу ее внешности? Мне кажется, что великоваты губы, чуть-чуть бы поменьше. Ну, это мое мнение. Очень яркие губы, вот, для меня Оля это губы, и все, я больше ничего не вижу, я вижу только губы. Ну, на самом деле, тяжело, да. За губами прячется личность, понимаете, то есть, да, я не понимаю, я не могу сказать. Он есть, безусловно, но тяжело. Сложнее, чем если бы их не было, скажем так. А что просматривается? А как внутренний мир вы можете... Окей, вот одну секунду, я закрою вот так губы, как вы просмотрите мой внутренний мир? Ну, на самом деле, по глазам можно очень многое прочитать. Красивее стало, Оля, вот, когда губы ушли? Ну, что уже... Более-менее. Паранжу? Возможно, что-то Оля скрывает, что-то вот, что-то она скрывает. Вы в чем-то подозреваете ее? Что-то еще? Внутри, да, какая-то неуверенность. Вы увеличивали грудь? Открытый период. У меня грудь своя, и талия своя, и насекло, и насекло. Все свое, кроме глаз и губ. Какую-то неуверенность. Да, ну, кроме лиц, может быть, она скрывает за этими губами. Я не знаю, я просто предполагаю. Нет, все очень просто, чтобы привлечь к себе внимание, вы увеличили губы. Все довольно-таки просто. Ведь в нашей жизни очень простые вещи, да? То есть, ну, мне так кажется. Ну, я ничего не имею против. То есть, я уже ответила на вопрос, что мне просто так... Чекрасит в белые волосы, да, там, чтобы на него обратили внимание, да? То есть, вот, поэтому все же имеет причину и следствие. Я просто считаю, что если человек хочет быть выразительным, ярким и запоминающимся, в этом ничего плохого нет. Вы себя так считаете? Да, кто как это делает? А почему вы это хотите? Для чего вам это? Ну, мне так хочется. Я так хочу. Да скажите вы уже Оле, что ей просто не идут губы, да и все. Вот я только так это понимаю, да? Да, то есть, ну, если вы это скажете, я не... Но мне это не нравится, да, и все. Ну, просто вы, скажу, мужчина старой закалки, наверное, вам нравятся другие женщины, причем очень... Не по возрасту, там дело в этом. Потому что молодым парням на сегодняшний день, ну, как бы большая часть, ну, нравится. Вот вы ответили, вот вы ответили. Я вам скажу по секрету, у меня очень плохая генетика. Нет, нет, вы не так. А что делать женщинам, которые не могут... Это грязно, это заметно, что... Это ваш вопрос к Сергею, наверное, да? Вот что делать тем, у кого нет денег, и они не могут что-то изменить в себе? Ну, вообще, вот у Оле и к Сергею, наверное, и к... Мария. Мария. Все делать массаж. Нет, ну вот что делать вот тем же мамам, у которых обвисли, там, я извиняюсь, грудь, да, там, живот большой? Что им делать, если у них нет возможности? Раз мы его сейчас обсуждаем, то да, грудь это всегда актуально. Идти к Александру, и он сфотографирует... Так, Александр тоже платный. Все исправить, да. Он же тоже платный, Александр. Все платные. Вот если нет денег, что делать женщине? Ну, в первую очередь, мне кажется, что... Искать того, кто даст ей денег, да? Женщина, да, опусти как-то работа... Крудью, пузом найдет того, кто даст ей денег. Очень сложно, нужно сначала... Вот, вы смотрите, вот, вы очень правильно сейчас сказали, потому что даже на генетическом фоне, я думаю, что вы со мной согласитесь. Смотрите, какой Сергей же глаза открыл. Есть женщины, которые рожают детей, и у них грудь не так уж и сильно деформируется, а есть женщины после у одного ребенка очень сильно деформируется. Так что ей делать? Вот, я к этому изначально и говорила, что если даже... Что делать, Сергей, ответьте. Акции Сергея устраивает для таких людей. Зарабатывать? Нет, ну вот в интернете же очень много конкурсов проводят, например. Сергей, какие женщины любите вы? В подворотне. Нет, не в подворотне. А если она любит себя, но денег нет. И удовлетворенных. То есть, знающих свою позицию и стремящихся куда-то вперед, не сидящих на месте. Вы имеете в виду... Ваш идеал женской красоты, да. Вот что такое очарование в вашем понимании? Вы можете его искусственно создать? Ну, здесь нет такого, что брюнетка-блондинка, высокая-низкая. У каждой женщины есть свой шарм. Естественно, что она должна быть гармоничной. Нет, не должно быть каких-то изменений возрастных или природных, которые бы явно ее обезображивали. Вот и все. Насколько гармоничны Анна и Зоя, на ваш взгляд, мужская? Они достаточно гармоничны. У них нет выраженных изменений, которые бы их уродовали. Понимаете, мы в социуме к этому именно привыкли. Я единственное считаю, что вот их отношение к косметике и к макияжу немножко чрезмерно. То есть, негативные отношения. Так они накрашены как ярко, вам не кажется? Я понимаю, нет. Ярко, да? У них отношения... Посмотрите на Олю. Неплохо, неплохо, как у Ольги. А нужно ли мне вообще что-то сделать? Вот если я к вам приду завтра. Это за деньги уже. Это платно. Это платно. Все-таки да. И мы сейчас начнем обсуждать все ваши проблемы. Все-таки они есть просто... У любого человека есть проблемы. Может, Зое нужно поднять веки, Анне, например, как-то скулы сейчас делают, да? Как пример хочу добавить, что современная женщина на 90% имеет красоту от косметики и на 10% от пластинской хирургии. То есть она искусственная и фальшивая абсолютно. От пластинской хирургии. А мне кажется, что все дело в ленности в женской. Как это не видят? Так проще, просто удобно. Нарастить ресницы, чтобы не красить их. То есть волосы, все что угодно. Утром встала и пошла. Просто ленность. Это экономия времени. Ленность. Это просто экономия времени. Ну, наверное, ему больше надо мороки волос. Это экономия времени. Все. Но это не пластические операции. Это просто экономия времени. Не, ну, тут тоже, вы знаете, так сказать. Вот я сама лэшмейкер. Я сама сейчас наращиваю ресницы девочкам. Да вы уже себе такое промо сделали. И девочки просто приходят. Зоя, скажите, а много нужно денег, чтобы поддерживать себя в такой форме, как вы? Ну, гораздо меньше, чем Сергей просит. А Сергей озвучил уже, да? Тарифы? Да. Ну, так настояло, вы же говорили. Да, вы же озвучили. Ну, мы и ваши тоже озвучили. Все-таки немножко дешевле. Это постоянная работа над собой. Постоянная, ежедневная. Это прежде всего поддержание здоровья. Физического, психического. Для того, чтобы быть, скажем так, в свежем виде. Ваш вопрос. Я уже задала Оле вопрос. Вы получили ответ на свой вопрос. Абсолютно исчерпывающе. Да, я не задавала. Вы еще не задавались. Сейчас у вас будет такая возможность. Пожалуйста, задавайте. Это Александр. К концу программы мы наконец-то выучим. Александр, вот не беру, как говорится, ваш пример. Не знаю, там, женаты вы, неженаты, если дети. Давайте спросим. Обращающий вопрос к мужчинам. Вот, например, прям вот вы влюбились в молодую девочку. Вот все, прям любовь это все в вашей жизни. Но она говорит, вот, Александр, вы мне очень нравитесь, но вместе вот мы выходим, и видна разница в возрасте. Вот, пожалуйста, сходи к Сергею и сделай что-нибудь. До свидания. До свидания. Нет, вы очень любите эту девушку, очень. Вот вы пойдете ради нее, да, на такую жертву. Ну, как, там, мешочки прибрать, что-то, морщинку у кого-то. А если бесплатно? Носа, губочку. Нет, а зачем? Я такой, какой я есть, я себя... В Москве это очень распространено. Не, ну, на здоровье, там, в Москве, где-то, в Париже, там. Потом она завтра скажет, поменяй еще что-то, правильно? Нет, ну, мужчина не стеснялся. Хорошо, ладно, если бы вы были известным актером, к примеру, из-за того, что вы постарели, у вас там мешки и так далее, и лысина, вас не берут уже на роли, там, Гардемарина Молодого или еще, например. Ну, я же не актер. Нет, я же не актер. Ну, я задаю просто обобщающий вопрос. Ну, вы такое, как бы... Не вижу смысла. А что бы вы посоветовали Александру? Ну, пока у Александра все в порядке. Так в чем вопрос? Нет, вопрос как бы общий. Если бы, да, вот была бы ситуация бы, пошел бы он, например, к Сергею и что-то бы поменял себе ради любви. Вот, ради любви. Кому? Ну, к самому себе. Это уже его дело, кого он там полюбит, я же не знаю. Ну, так все-таки пойдете? Нет, нет, в этом нет смысла. И завтра мы увидели Александра в клинике у Сергея. Любовь это двигатель жизни, да, и смысл есть. Да, и смысл есть. Да, и куда-то потерять этого человека. То есть, надрез нет, да? Нет, конечно нет. Нет, ну, понимаете, если человек любит, он любит целиком, да? Не так, что, ну, я тебя полюблю, но ты сначала... За правую или левую грудь, что ли? Понятно. А если ваша женщина наберет вес, вы отправите ее в спортзал? Не отправлял. Нет? Не отправлял. Вам больше наволнавчиво. Видимо, набирала, да? Было? Ну, было, да, после родов, конечно. Нет, ну, зал, это же не хирургические вмешательства. Нет, я говорю в общем... Работа над собой, прежде всего, как и тот же макияж, который вы делаете улучшающий. Нет, понимаете, вот работа над собой и надрез, это две разные вещи, да? То есть пошли... Пока правильно, но не соглашусь. Нет, работа над собой, это приветствуется. Нет, просто смотрите, но если мы говорим в целом за естественность, то если женщина, к примеру, склона к полноте, зачем ей в спортзал? Она же естественная. Зачем ей принимать душ, гладить платье, понимаете, так идем в крайности. Работа над собой, это не ложиться под нож, понимаете, вот это вот, да? Лучше пойти в спортзал. Душу, это уже про гигиену мы заговорили, я вам говорю за естественную внешность. Нет, так в спортзал надо ходить, естественно. Если мне любимый человек скажет, сходи в спортзал, я пойду в спортзал. То есть от груди будете, да? А смотрите, а у вас есть жена или девушка, да? Конечно, да, водите. А смотрите, как вы смотрите на то, что она следит за волосами, может, или губы, ну, красят, я не знаю, там. Красит, да. Ну, явно он не выгоняет ее из дома, это понятно. Не, следит, конечно, но... Вам это нравится? Нет, ну это же элементарная вещь. Ну, вам это нравится? Ну, я не про зубы, я говорю сейчас про помаду, про блеск, там, про румяну. А есть мужчина, который запрещает своим женщинам красить? Давайте, помаду стер и все, понимаете, то есть. А вот уже там, допустим, те губы, их не снимешь на ночь, понимаете? Поэтому извините. Зоя, что говорит ваш муж? Я ему нравлюсь такая, какая есть. Я думаю, что он бы мне запретил, на самом деле, делать что-то с собой. Потому что я устраиваю именно такая, какая я вот от природы есть. То есть ваши оппоненты просто не устраивают кого-то, и поэтому они делают с собой все это? Не знаю, может быть. С другими делаю все это. Может быть. Все может быть в этой жизни. Вы счастливая, Оля? Да, у меня все шикарно, слава богу. Да слава богу. А вы? Естественно. Не видно по мне, что ли? Видно. Вы приготовили какое-то стихотворение, да? Да, да. Пожалуйста. Ну, извините за черновичок, пока набросала там. Это касательно темы нашей жизни. Вот видите, как люди творческие... Я, как Есенин, да, свои стихи не помню наизусть. Тема красоты. В чем измеряется сегодня красота? Длиной ног, покатостью бедра, винирами, слепящими прохожих, объемом губ на уточку похожих, накаченностью мышечных доспехов или попами, что крепче всех орехов, волнами не спадающих волос. Задумайтесь о красоте всерьез. Тату, наколки, хоть усы вы наколите, боярского вы только не смутите. Не удивить вас 21-м веком. Вы знаете, я вас остановлю и просто скажу, что вам нужно перейти на ту сторону. Вот однозначно, все-таки. Я закончу, да. Не удивить вас 21-м веком. Переходите на ту сторону, мы уже поняли. Ну, просто оставайтесь человеком. Вот самое главное, переходите на ту сторону. Нет. Нет? Все-таки здесь, да? Ну, раз, перестала. Нарушенные волосы победили. Спасибо. Время третьего финального раунда завершено. И мы ждем окончательного решения судей. Господа, у вас буквально 10 секунд. Вы человек? Да. Раскройте тайну, кому вы симпатизировали сегодня и почему? Все время была, конечно, на стороне естественной красоты. Очень объективные, обширные, открытые ответы давали. Я с ними полностью согласна. Хотела в третьем раунде, конечно, поддержать красный угол. И для меня явилось неинтересным изменение внешности для того, чтобы человек мог скрыться от кого-то. То есть я сначала подумала, что может быть ради того, чтобы человек мог изменить внешность лица после какого-то ДТП или ожога. Но человек заговорил о изменении для того, чтобы скрылся человек, и его не нашли. И мне, конечно же, стало безумно жаль тех, кто обращается за помощью в случае, когда обсуждалась обвисшая грудь и обвисший живот. Я считаю, что людям действительно всем как минимум нужно правильно питаться, чтобы ничего не обвисало. А ваш метод – перевоплотить человека с помощью спортзала? Разумеется. И уже более 20 лет я работаю именно таким методом. И рекомендую людям ходить в спортзал не только ради того, чтобы не было живота, а именно ради того, чтобы человек чувствовал себя здоровым в первую очередь. Спасибо. Спасибо большое. Итак, вы скажите все-таки, за кого в этом раунде были и почему? Я считаю, что в этом раунде обе команды были очень убедительны и очень было сложно делать свой выбор. Но все-таки я продерживаю свое мнение и считаю, что команда за естественную красоту была более аргументированной и правильной. Вы голосуете за естественную красоту всегда. Это чем вызвано? Может быть, вы пока так думаете? Еще не время задуматься о пластической красоте? Я думаю, вряд ли. Данное мое мнение сейчас вызвано не моим, ну то, что моим, как я думаю. То есть я считаю, вот сейчас я сужу без своего мнения, объективно. Вот. Спасибо большое. Итак, судьи сделали свой выбор. Сейчас мы узнаем, какой. Решением арбитров в этом поединке победа со счетом 3-0 присуждается команде в синем углу сторонникам естественной красоты. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая сторона излечет уроки сегодняшней словесной битвы. И мы уверены, что в споре рождается истина и своя естественная красота. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире «Первого Крымского». И все будет жестко. Спасибо. 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 Спасибо.